В России новое правительство, правда оно не сильно по составу отличается от старого. Премьер Дмитрий Медведев сегодня представил президенту Владимиру Путину новый состав кабинета министров. Все ключевые главы ведомств, которые занимали свои посты в ходе предыдущего срока Путина на своих местах. В частности, министр иностранных дел Лавров, обороны Шойгу, внутренних дел Колокольцев, финансов Силуанов и здравоохранения Вероника Скворцова. Из новых лиц министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев, это сын секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. А главой Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, заместитель директора ФСБ, который на протяжении трёх месяцев возглавлял Калининградскую область. В московской студии Артевия я политолог Николай Петров. Я приветствую вас. Добрый вечер. Скажите, если бы сперва не по частностям, а по общему, что для вас здесь было самым интересным, что, возможно, удивило или вообще никаких неожиданностей и удивлений не произошло? Удивило, скорее, то, что новое правительство выглядит почти таким же, как старое, в том смысле, что оно не представляет собой ни ансамбля, ни команды. Можно говорить о том, насколько удачны те или иные персональные замены, но мы не видим правительства, которое заточено под задачу выработки и реализации какой-то стратегии. То есть, по сути, это дебют, и как дальше пойдёт игра по составу правительства судить очень сложно. А поясните, вы говорите, ни ансамбля, ни команды. Что имеется в виду? Ну, имеется в виду, что если вы хотите проводить, скажем, либеральные экономические реформы, то логично иметь людей, которые работали вместе. И не просто в Министерстве финансов, как мы видим сейчас такой большой блок правительства, а людей, которые и разрабатывали какие-то стратегические документы и имеют опыт работы команды. То есть, это очень важно, что прошлое правительство было правительством статус-кво, когда каждый министр, по сути, представлял определённую группу элиты, определённый клан. Вот эти пресловутые башни. Да, и задача была в том, чтобы просто все были при своих, и правительство никуда особо не двигалось. Новое правительство, как ожидалось, будет правительством, и президент заявлял, прорыва, то есть правительством, которое должно выглядеть как команда, а не как просто набор отдельных личностей. Пока мы этого не видим. Уже можно говорить о том, чьи интересы больше всего представлены в новом составе нового кабинета министров? Мне кажется, сложно в том смысле, что ещё пыль не осела, ещё не произведены назначения в силовых структурах во всех и в администрации президента. И когда это всё будет сделано, а даже новый состав правительства предполагает целый ряд замен в этих структурах, так же, как и в губернаторском корпусе. Когда это произойдёт, тогда станет более понятно, как изменился общий расклад сил. Сейчас поговорим о новичках, как бы это ни звучало нехорошо, это слово, в последние месяцы. Сейчас сначала о тех, кого в новом правительстве мы не видим. Рогозин, Пучков, Никифоров, поясню для наших зрителей, соответственно, вице-премьера по ОПК, ведь был Рогозин, если я не ошибаюсь. Да. Да, соответственно, министр по чрезвычайным ситуациям Пучков, министр связи Никифоров, это наиболее, наверное, яркие, на слуху, люди, которых нету. Это какое-то их аппаратное поражение серьёзное? Опять же, пока не прошли все назначения, трудно судить, да, вот вы не назвали... Словно говоря, где мы их увидим. ...приходько главу аппарата правительства и очень серьёзно... Приходько, я так понимаю, уже назначено заместителем главы аппарата правительства. Да, я тогда пропустил эту новость. Произошло такое некое понижение. Потому что был ещё вариант ему пойти в администрацию президента на пост помощника президента, да. И вот те люди, которых вы назвали, кто-то из них, очевидно, останется неудел или возглавит какую-то, получит какую-то синекуру, а кто-то, вполне возможно, придёт на пост помощника президента. И тогда его роли и значения могут не столько снизиться, сколько даже повыситься. Если говорить о новых лицах, не знаю, есть они у нас здесь или нету на этой картинке. Значит, министр по чрезвычайным ситуациям господин Зиничев, который был, если не ошибаюсь, охранником Владимира Путина и до недавних пор заместителем директора ФСБ, и Дмитрий Патрушев, который возглавил Минсельхоз, сын секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. А что эти назначения нам говорят о системе управления в России образца мая 2018 года? Я думаю, достаточно много, и здесь надо смотреть на те варианты, которые предварительно обсуждались. В частности, обсуждался вариант создания мегаминистерства, то есть объединения Министерства обороны и МЧС. МЧС находилась под неформальным контролем Сергея Шойгу, Пучков был его креатурой. Сегодня мы видим, что, по всей видимости, произошло разделение, и в этом смысле МЧС превращается в совершенно самостоятельную структуру, а Зиничев, которого прочили, в том числе, возможно, и на пост главы ФСБ, он возглавляет это ведомство. Точно так же и с Патрушевым-младшим, который возглавлял Россельхозбанк, теперь он министр сельского хозяйства, и вполне возможно, что это связано с тем, что Николай Патрушев может уйти с поста секретаря Совета Безопасности, и тогда это тоже пакетное назначение. Здесь просто сегодня можно много читать про такую проклановость, про едва ли не феодальность, которые демонстрируются вот этими назначениями, особенно назначением сына секретаря Совета Безопасности на пост министра сельского хозяйства. Ну и да и нет, то есть здесь ничего нового нет, поскольку Патрушев возглавлял 4-й, 5-й мощнейший государственный банк в стране, и в этом смысле, трудно сказать, не самоочевидно, получил он повышение или продвинулся по горизонтали. Другое дело, что вы правы абсолютно, и по тому, как произошли замены в аппарате правительства, а ведь поменяли больше половины вице-премьеров и почти половину министров. Поменяли на кого? Откуда у Кремля готовые кандидаты для занятия серьезных самостоятельных управленческих постов? Один вариант – это дети или, как Минченко их называет, принцы. Это люди, которые выросли в системе, чьи родители являются гарантами их лояльности и правильного поведения и так далее. Второй вариант – это губернаторы, и мы видим, что аж 4 губернатора, если считать Гордеева, который совсем недавно был еще губернатором, заняли посты министров правительства. Это тоже, мне кажется, свидетельствует о том, что кадровая система находится далеко не в замечательном состоянии, коль скоро она ориентируется сегодня на тех людей, которые еще в прошлое время, как Гордеев или как Якушев. То есть тогда, когда были выборы реальных губернаторов, когда была реальная политическая конкуренция, зарекомендовали себя как серьезные, самостоятельные, крупные руководители. Не в замечательном состоянии. Вы имеете в виду в том смысле, что эта кадровая скамейка запасных очень короткая? Она короткая, да, и мы видим, что из вице-премьеров, по сути, только два человека продолжают исполнять свои полномочия. Это Трутнив и это отчасти Силуанов, который просто повысил свой статус. А всех остальных вице-премьеров перетасовали, и, наверное, не потому, что они плохо справились со своей работой на предыдущих постах, и не потому, что так удобно и целесообразно с точки зрения системы управления. Они становятся более лояльными, более понятными, но это сопряжено с управленческими издержками. Скажите, а насколько можно сформулировать на основе этих назначений, и на основе даже не столько назначений, а сколько того факта, что, например, ключевые идеологические и политические, наверное, министры, такие как глава Министерства обороны Шойгу, Министерство иностранного дела Лавров, Министерство образования, правда, теперь это будет поделённое надвое, но, тем не менее, госпожа Васильева, господин Мединский, министр культуры, остаются на своих местах. Насколько после этого можно сформулировать, и какая тогда будет формулировка следующих шести лет, следующего срока Владимира Путина? Ну, во-первых, я думаю, что не совсем точно называть всех, кого вы назвали ключевыми, да, вряд ли министр культуры и министр образования к таковым реальным относится. Я поистине, что имею в виду, я имею в виду ключевыми в... Ну, понятно, что Васильева, министр образования или Мединский, они не являются ключевыми в целом в развитии страны, но они являются ключевыми в, если не определении, то хотя бы проведении политического и идеологического курса внутри. Потому что вот эта вот вся скрипоносность и всё прочее связывается ведь именно с ними. Ну, при этом я бы считал, что Мединский человек очень гибкий, и он может меняться в соответствии с линией партии. Васильева, наверное, немножко другое. И то, что её назначили на этот пост, это демонстрация некоторого идеологического выбора, связанного и с РПЦ, связанного и с консервативными идеями сохранения или, наоборот, изменения курса школьного образования и так далее. Но мне кажется, что невозможно по составу нынешнему говорить о том курсе, потому что это не будет курс, который формулирует это правительство. Это будет курс, который правительственные чиновники, и в этом смысле очень показательно, что они легко могут перескакивать со спорта на культуру и обратно, они будут его реализовывать. Они в каком-то смысле винтики механизма, и от них, я думаю, мало зависит то, какой реально курс будет реализовывать правительство. А какими будут форматы, как будет вырабатываться этот курс на уровне ли экономического совета, его президиума, просто совещание у президента, сегодня сказать, мне кажется, ещё сложно. Кстати, к разговору про строительство. Есть ли у вас ответ на вопрос, в чём рецепт непотопляемости господина Мутко со спорта, переведённого на должность вице-премьера, курирующего строительства? Мне кажется, не совсем правильно относиться к новому составу правительства, как к составу, который определяется на 6 лет. И я думаю, что есть ряд фигур в нём, и это фигуры и внешнеполитического блока, и Мутко в частности, которые сегодня призваны продемонстрировать стабильность курса, но вполне возможно, что через год-другой они уйдут тогда, когда их уход не будет восприниматься как уход под давлением, скажем, скандалов, связанных с Виталием Мутко. А, ну, собственно, это как сказал Дмитрий Медведев, объявляя Виталию Мутко, перечисляя его заслуги, он затем через запятую сказал, и имея в виду, что мы не поддаёмся на внешнее давление. Да, и опять-таки совершенно непонятно, как теперь будут работать, поскольку изменилась немножко структура правительства, как будут работать вот эти новые связки, да, вице-премьер по строительству и регионам и министр строительства, совершенно не связанные между собой люди и довольно самостоятельные и тот, и другой. Один более компетентный в вопросах строительства, другой пока менее. И, скажем, вице-премьер по сельскому хозяйству, по агропромышленному комплексу и министр сельского хозяйства. Вот эти связки тоже непонятны. Понятно то, что это не министр профильный, не человек вице-премьера, да, поэтому возможен и конфликт, возможно и какая-то сложная балансировка. Если позволите, по несколько минут у нас ещё есть, не про правительство, а про президента, хотя всё у нас про президента в стране. Сегодня депутаты Чеченского парламента внесли в Государственную Думу законопроект об изменении Конституции и, соответственно, о том, чтобы не было этого ограничения по двум срокам для президента, и чтобы Владимир Путин, очевидно, это под него написано, пошёл затем на третий срок в 2024 году. Как вы для себя объясняете вот эту инициативу? Это частная инициатива господина Даудова, спикера Чеченского парламента, или подобные инициативы сами по себе не появляются? Я думаю, что на уровне Даудова, конечно, они не появляются, но я не думаю, что это режиссура Кремля, да, и мы видим огромное количество инициатив и на уровне Думы, в том числе и самого высокого уровня, и на уровне, в данном случае, регионального парламента, единственный смысл которых я вижу в том, чтобы продемонстрировать свою лояльность, продемонстрировать свою полезность и нужность, может быть, угадать, но не обязательно угадать, а просто заявить, что вот мы такие, и мы выступаем с федеральной инициативой, и отметьте нас, пожалуйста, как готовых на всё. У вас есть предположения, как к подобной инициативе отнесутся наверху и, соответственно, отнесутся в Госдуме, исходя из отношений наверху? Ну, во-первых, опыт показывает, что очень небольшая часть инициатив региональных законодательных собраний находит реализацию уже на уровне федерального законодательства. Я думаю, что это будет отмечено и уже отмечено, как, скажем, инициатива того же господина Кадырова о переименовании всех глав регионов с президентов на какие-то другие уже названия. Это тоже было отмечено, но та инициатива как раз получила дальнейшее развитие. Но я не думаю, что будет либо какое-то публичное неприятие, либо тем более продвижение этой инициативы. Скорее, она сыграла свою роль, и дальше о ней забудут. Но вообще формат того, как Владимир Путин после 2024 года будет оставаться во власти, это еще предстоит его разработка? Или это уже определено, как вы думаете? Я думаю, что это, конечно, не определено. И, может быть, этого плана в окончательном виде нет даже в голове у Владимира Владимировича Путина. Но самое важное, что эта трансформация, она предполагает либо создание, либо усиление каких-то институтов. То есть сегодня заявить, что схема будет такая-то, и ее реализовать невозможно. И мне кажется, что одним из главных содержаний нынешнего президентского срока будет как раз трансформация режима, в которой, я думаю, не будет перехода от президента Путина к президенту другому, а будет скорее переход от Путина президента в качестве лидера к Путину в каком-то другом качестве. Вариант 2008 года вам кажется уже невозможным? Я думаю, что прямого повтора здесь быть не может. Это будет смешно и как-то унизительно даже. Но рассуждают сейчас серьезные политологи. Вот есть статья Кирилла Рогова о Медведевика как о крон-принце, который как раз и призван сыграть вот эту самую роль через 6 лет. Посмотрим. Спасибо. Благодарю вас, политолог Николай Петров. В студии РТВА мы говорили о новом правительстве России, состав которого был сегодня объявлен на встрече Владимира Путина, президента России Дмитрия Медведева, премьеры. Сейчас прервемся ненадолго. Это реклама в эфире РТВА, после которой вернемся в студию, продолжим сквозной информационный эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова